Видео создано при поддержке группы обзора онлайн. Отдельное спасибо всем репостенувшим предыдущим видео. Всем привет, и на связи мой Добрый Доктор. Как вы могли заметить, на недавних стримах я играл в группу названием Сандрот. Изначально она мне показалась весьма неплохой, и я решил добить её до конца, но, увы, я дотянул её до середины, понял, что дальше я просто не могу продолжать, и решил записать своё мнение о ней. Стоит заметить, что у игры довольно много положительных отзывов, поэтому моё видео может послужить эдаким предупреждением тем, кому эта игра может не понравиться, и те, кто могут просто в пустую потратить свои деньги на неё. Для начала давайте-ка забегу издалека. У игры весьма и весьма неплохой внешний вид. Все локации, боссы, противники отрисованы вручную. Сделано-то всё довольно-таки стильно, плюс некоторые моменты отсылают нас в произведение голода лавкрафта, но, помимо визуального стиля, всё остальное лично мне не заходит. Для учения реиграбельности разработчики решили делать часть уровней рандомно генерированной, то есть у нас есть как бы основной костяк, все основные направления статичные закреплены, но внутри больших комнат обстановка может меняться. Дело, как говорится, благое, но реализация опять-таки подкачала, потому что зачастую комнаты делаются из одинаковых ассетов, они похожи друг на друга, в них легко запутаться. Плюс это только растягивает геймплей, он не приносит никакого удовольствия. Дополнительной вишенкой на торте является то, что карта довольно объёмная, и при этом здесь нет никакой системы быстрого перемещения и нет системных чекпоинтов. Как скажем, было в той же Cellar and Sanctuary, да, там была большая карта, по ней нужно было бродить, Но перед каждым боссом была точка сохранения, на которой можно было закрепиться, и в случае поражения можно было попробовать снова. Затраты на путь были минимальные. Здесь же таких точек нету, и каждый раз до босса нужно бежать заново. Да, напрямую это время составляет где-то 3-4 минуты, но представьте себе, вы 3-4 минуты бежите каждый раз по меняющейся локации, и вот вы добегаете до босса, и он вас убивает с одного удара, так и вы не успели понять, как же с ним боролся, и начинается всё сначала. Да, если мы застряли на боссе, то, в принципе, начиная с середины игры, мы можем идти в любом направлении, отложив его на потом. Вопросов нет, в теории. Так как большая часть приспособлений для перемещения, нам становится доступна первая, так, 2-3 часа игры. Проблема заключается в том, что, хотя игра и подталкивает к нелинейному прохождению, если вы высунетесь в ту локацию, в которой вы, по идее, не должны находиться, у вас там просто порут на кусочки. Да, в игре есть со мной RPG элементы, и можно, и нужно качаться. Хотя, ну, некоторые утверждают, что, в принципе, можно пройти игру на скиле, не знаю. Так как зачастую я попадал в ситуацию, когда у меня наварилась просто огромная толпа монстров, и никакой скилл не мог помочь. Да, они тут еще и спавнятся в рандомных местах, волнами, что сделано, опять-таки, для реиграбельности, но зачастую это только раздражает. Вообще, гринд в Metroidvania это решение весьма-весьма спорное. Лично я могу на скидку вспомнить, кстати, одну из игр, которая была основателем подобного жанра, это Castlevania на PlayStation 1. Да, по-моему, там такие элементы были. Но, речь на мне, подобный подход в сочетании с огромным количеством гринда, кажется, не самой лучшей идеей. А некоторые руководства в Steam рекомендуют прямым текстом пойти в определенную локацию, встать там в Google и долбить на клавишу X, пока не накопите очень-очень много опыта, который вы сможете потратить на прокачку персонажа. Если честно, это уже показатель того, что игра несколько несбалансирована. Кстати, те, кто играл в предыдущую игру от этих же разработчиков, играб на зоне Йорвана, жаловались на пустые уровни и отсутствие рядовых противников. Ну, как говорится, получите распишитесь. Как я уже говорил, здесь они порой просто заваливают толпами, плюс в некоторых местах они валят бесконечной волной. В общем и целом, игра-то в принципе неплоха, но отдельные мелочи, особенно, опять повторюсь, отсутствие чекпоинтов перед сражением с крупными боссами, лично у меня убивает какой-либо интерес к ней, и я вот дотянул до 40 с копейками процентов, понял, что у меня просто дальше нету сил играть. И если вы такой же групп, как я, и предпочитаете более линейные игры с более линейным прогрессом, то, пожалуй, эта игра вам не зайдет точно. Всем же остальным, ну, смотрите сами, моё дело, как говорится, предупредить. А на этом у меня всё. Все жалобы, замечания, предложения, как всегда, засуньте в комментарии. Всем пока и не болите! Субтитры сделал DimaTorzok